Появились. Отлично. Ну что же, коллеги, всем привет и всем добро пожаловать на неожиданно ставшее регулярным уже мероприятие, которое называется PIMON в этом году. Я по традиции приглашен для того, чтобы сказать welcome speech. Я постараюсь это сделать быстро, чтобы не занимать вашего времени. И первое, что я хотел сказать, что мы изначально-то предполагали, что это мероприятие будет возможностью офсайт, то есть очно встретиться тем людям, которые и так достаточно много виртуально общаются. То есть специалистам по интеграции, которые составляют русское интеграционное комьюнити, которые много общаются между собой в виртуале и хотели видеться реально. Но реальность внесла коррективы. Мы долго достаточно обсуждали, хотим мы или нет в этом году проводить мероприятие. Решили, что мы все-таки попробуем его провести в виртуальном режиме для того, чтобы просто идея оставалась на плаву. Я искренне надеюсь, что та новая реальность, когда все общаются друг с другом удаленно, она как-то придет в более человекообразное состояние со временем. А в следующем году у нас появится возможность встретиться очно. К сожалению, на текущий момент все офисы компании САП в России закрыты для посещения, тем более для организации каких-то групповых мероприятий, поэтому мы переехали в Zoom. Я понимаю, что это некий челлендж для всех, и для выступающих, и для слушателей. Тем не менее, я уверен, что все пройдет полезно, интересно и оставит у всех хорошие впечатления. Я хотел сказать два слова, что по-прежнему интеграция остается одним из ключевых направлений для нашей компании, и это официальная стратегия компании. Наш новый SEO, Кристиан, подтверждает это неоднократно, в том числе и в личных выступлениях, в личных статьях. И задача, одна из стратегических задач для нашей продуктовой линейки, это улучшить и гибкость интеграцию наших продуктов между собой. Ну, поскольку тут все обмениваются вроде как ноу-хау информацией, я вот привел две ссылки таких менеджерских гайдов и white papers, которые наша компания опубликовала официально относительно интеграции, это и вот статья Кристиана про Intelligent Enterprises, вторая ссылка, и гайд для CIO в принципе о том, как компания SAP видит в себе задачи интеграции. Ну, я надеюсь, что те, кто не читал, сочтут это познавательным и полезным чтением. То есть, понятно, исходя из вот этих материалов, понятно, куда мы как вендор стратегически движемся. А куда же мы движемся, если вкратце? Достаточно четко сформулированы три основных принципа интеграции. Я несколько раз читал для того, чтобы до конца понять, о чем здесь идет речь, поскольку я уже говорил, что я не специалист в этой области. Но, тем не менее, первая ключевая история – это out-of-the-box интеграция. Про это давно говорят. Сейчас есть четкий, очевидный тренд движения в эту сторону. Реализуется в стандарте наших решений интеграционные потоки, да, то есть прямо интеграция между решениями, которые позволяют реализовать сквозные бизнес-процессы. Такие, как Lead to Cash, такие, как Hire to Retire и другие сквозные бизнес-процессы, которые реализуются сейчас в разных решениях. Да, там SuccessFactors и on-premise payroll, это CRM-ные решения, Ariba, это Concur, это Fieldglass, это S4HANA, которая может быть как on-premise, так и облачная. Соответственно, предполагается, что ключевые и сквозные бизнес-процессы будут реализованы out-of-the-box, интегрированные между собой. Тем не менее, остается незакрытая поляна, и эта поляна будет реализовываться за счет открытости, да, то есть open-интеграции, возможность использования открытых API для взаимодействия со сторонними какими-то решениями. Мы прозрачно понимаем, что не с SAP-ом единым сейчас жив IT-мир, и умение и наличие возможности интегрироваться с другими решениями – одно из ключевых требований рынка. И последнее – это AI-driven integration, это возможность использования механизмов, алгоритмов искусственного интеллекта, самообучающихся алгоритмов для упрощения разработки интеграционных потоков. Я так понимаю, что Алексей Дмитриев будет в рамках PIMON, а может быть не на этой сессии, более предметно рассказывать на эту тему, что у нас есть, что мы предлагаем и как это выглядит технически. И я от себя хочу сказать, что реально мы движемся, да, то есть движение очевидно, тренд очевиден, еще не все, наверное, идеально, но мы очень хорошо продвигаемся с точки зрения наличия тех или иных возможностей в стандарте. Отдельно, поскольку мы все представляем людей, которые зарабатывают оказанием услуг, я хотел отметить, что несмотря на то, что out of the box всегда остается место для сервисов, это история про интеграцию с ad party решениями, история про интеграцию on-premise решений с какими-то облачными, всегда предлагаются какие-то дополнительные сервисы, есть место для того, чтобы применить наши знания, наше умение и для клиентов, и внутри там для вашего работодателя, и для вашего бизнес-заказчика. То есть для нас место по-прежнему остается. Я не хотел сильно затягивать вступительную речь, добро пожаловать, я, наверное, с удовольствием сейчас передам слово, если я правильно посмотрел адженду своему земляку и хорошему приятелю, который вам расскажет выдержки из вновь опубликованного труда, да, если я правильно понимаю. А я хотел сказать, что я еще раз хотел вам поблагодарить и тех, кто пришел, и тех, кто организовывал. Я понимаю, что это было непросто, я понимаю, что для всех это некий челлендж, я уверен, что у нас все получится. Коллеги, спасибо большое, я, наверное, передаю слово следующему спикеру.